Знай Знай, у каждого разное надо. Знай, у каждого разное сложно. Впрочем, и представление ада обобщить и принять невозможно. Знай, что правда бывает другая, а не то, что приносят на блюде. Присмотрись к тем, чьи судьбы пугают. Это самые сильные люди. Добро пожаловать на канал Outlook Live. Как вы поняли из заставки, сегодняшнее видео будет посвящено теме особого материнства. И я хотела познакомить вас с каналами, которые я сама смотрю. Все каналы находятся в рубрике «Особое детство». С некоторыми девочками я виртуально знакома, с некоторыми мы даже снимали совместное видео. С остальными я надеюсь их снять в ближайшее время. Итак, я представляю вам подборку каналов, которые интересны мне. Первые четыре канала для меня являются, несомненно, каналами-мотиваторами. Первый канал, начнем с него, это канал Елены Абаевой «Особенное счастье». Елена активная, позитивная мама. Мне этот канал очень импонирует. Когда Елена столкнулась с диагнозом Владюни, она поняла, что надо что-то делать. И это тот случай, когда, если ты хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Что сделала Елена? Открыла свой коррекционный центр. Вот взяла и открыла. И теперь благодаря Елене, ее энергии, ее таланту и огромной колоссальной работе, о которой мы только можем догадываться, Множество детишек имеют возможность посещать коррекционный центр и получать квалифицированную помощь специалистов. Но Елене этого показалось мало, и она еще придумала один проект, который доступен не только на Украине, а и за рубежом. Это школа особенных родителей, то есть в режиме онлайн вы получаете квалифицированную помощь специалистов, также психологическую поддержку и так далее. На канале Елены вы найдете кучу полезной информации, море позитива и вообще очень рекомендую этот канал. Переходите, пожалуйста, по ссылке в инфобоксе. Второй мой канал-мотиватор – это канал Марина Соколовой. Чем же мотивирует меня Мариша? Мне кажется, Мариша относится к такому редкому типу женщин, которых можно разбудить в 2 или в 3 часа ночи, и они встанут при полном макияже, маникюре и пахнуть будут духами и туманами. Ну а если серьезно, я обожаю домашние влоги. От Мариши веет добротой, домашним уютом и теплотой какой-то такой, который, в принципе, сейчас очень редко можно встретить где-то. Мариша, работающая мама, она успевает заниматься и домом, и детьми, и работать. Также они с мужем путешествуют. В общем-то, мне этот канал очень нравится. Он такой очень теплый, очень светлый. Ссылочку на канал вы найдете в описании в инфобоксе. Третий мой канал Мотиватор, это канал Милы. Канал называется Ясик Михайлов, моя особенная жизнь. Вообще там целых два канала. Есть еще канал Особое детство, но он посвящен больше реабилитации при ДЦП. То есть такой узкой направленности. Чем меня мотивирует Мила? Вы знаете, у Милы есть прекрасный слоган. Улыбаемся и пашем. Вот когда у меня опускаются руки, когда у меня бывает какое-то такое подавленное настроение, я беру этот слоган на вооружение, и все. Действительно, улыбаемся и пашем, процесс пошел. Вообще упорство, трудолюбие и износа стойкости Мила меня, конечно, поражает. Я очень рекомендую этот канал. Влоги выходят регулярно, так что ссылочку вы найдете в описании под видео. Четвертый канал Мотиватор – это канал Туси Громовой, Мир Симки. В Наташе мне нравится ее легкость, открытость, доброта, откровенность. Даже когда она затрагивает такие тяжелые, сложные темы, все равно от просмотра нету такого тяжелого осадка. Хочется их подбодрить, поддержать. Мне нравится ее стиль ведения канала. Мне нравится слоган, который она использует, что я не выхожу в эфир с плохим настроением. Я тоже стараюсь не выходить с плохим настроением в эфир. Не всегда получается, но я к этому стремлюсь. Вообще канал очень интересный, многообразный. Тоже ссылочку вы найдете в описании в инфобоксе. Следующие три канала, несмотря на то, что они открыты, находятся на особом детстве, их очень интересно смотреть. Этот канал называется «Дарья Слайф». Ведет канал Дарья. Семья живет на Украине. Дарья – мама прекрасного мальчика Давида. И сейчас у них появилась еще маленькая любимка. Это собачка породы Джек Рассел – Ава. Даша очень интересно ведет свой канал. Она показывает многие вещи и домашние влоги, и реабилитацию, занятия с ребенком. И сейчас дрессировку собаки, ремонт, готовку. В общем-то, все. Очень интересные, насыщенные, полноценные влоги. Я очень рекомендую этот канал, потому что он очень легкий и добрый. Ссылочку вы найдете в описании под видео. Еще один канал, прям находка. Канал называется «Айрон Мам». Ведет канал Настя. Семья сейчас проживает на Кипре, и Настя воспитывает двоих детишек – Степана и Славяну. Канал будет интересен тем, кто любит покопаться в себе. Настя вам поможет найти то, что вы сами не подразумевали, что у вас это есть. Нет, на самом деле, если серьезно, то я обожаю Настину разговорные влоги. Она поднимает очень интересные темы, и этот канал я очень рекомендую. Ссылку вы найдете в описании под видео. Последний канал в этом обзоре. Канал очень интересный. Наше особенное детство. Канал ведет Кадрия. Кадрия – мама особенного сыночка Руслана. Руслан в этом году стал первоклассником. Семья живет в Татарстане и делится кусочками своей жизни. Мне очень нравится этот канал. Единственное, я бы хотела попросить Кадрию снимать ролики почаще, потому что ее канал очень добрый, и после просмотра возникает такое ощущение теплоты и какого-то уюта. Кадрия делится моментами воспитания, реабилитации, коррекции Руслана. И я очень прошу своих подписчиков поддержать этот канал лайками и подписками, так как молодому каналу это очень необходимо. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, смотрите вы кого-то из этих блогеров, которых смотрю я. Это не все блогеры, которых я сегодня показала. С темы «Особое детство» я обязательно буду вас знакомить с теми людьми, которых я смотрю и поддерживаю. Также есть каналы людей взрослых уже, которые живут с инвалидностью, тоже очень интересные. Некоторые каналы попадаются, о них я тоже буду рассказывать. И есть просто каналы, которые я смотрю вообще не касаемо инвалидности, но иногда на них тоже промелькивают такие интересные темы, которые задевают все аспекты жизни. Все девочки, про которых я сегодня рассказала, все молодцы. Мы все разные, детки у нас с разными диагнозами, но мы похожи в одном – то, что мы пережили страшный период, когда наши дети заболели. Мы до сих пор боремся за их светлое будущее, за их здоровье, радуемся их успехам, поддерживаем друг друга, забываем абсолютно о других членах семьи. Поддержка родных и близких – это очень ценная вещь. А на этом я буду прощаться. Как всегда, жду ваших комментариев и лайков. Все ссылочки на каналы, про которых я рассказала, все находятся в инфобоксе под видео. А на этом все. Всем пока и до новых встреч!